Вносится государственный флаг Российской Федерации. Увидеть прямую трансляцию парада с площади Куйбышева в Парк Победы пришли жители со всего Советского района. Одно дело посмотреть масштабные действия дома перед телевизором и совсем другое вместе с горожанами. В каждой семье есть герои, которыми гордятся, подвиг которых помнят. Из нашей родни, к сожалению, многие не вернулись, кто-то вернулся, но в живых уже никого нет. Поэтому для нас это больше день памяти, день дань уважения тем, кто, можно сказать, спас нашу страну. Посмотреть парад и почтить память павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны пришли и ветераны. Евгении Яковлевне Медведевой в 45-м было всего 5 лет, но в памяти живы страшные картины военного времени. Женщина хорошо помнит, как им с матерью пришлось бежать из родного города. Такие страхи я видела, это ужасно. Разбомбленные поезда, люди валялись, трупы. Мы ночью ехали, а день стояли, потому что паровоз большой дым выпускал, и чтобы нас не видели. Мы долго-долго с Ленинграда ехали сюда, в Куйбышев. Парк Победы встречал гостей в обновленном виде. Здесь отремонтировали многочисленные мемориальные сооружения, уложили плиточное покрытие, привели в порядок комплекс фонтанов, восстановили газоны. Сразу после парада в парке начался праздник песни. Большой сводный хор, в который вошли самарские школьники и представители ветеранских организаций, исполнили для самарцев песни военных лет.